Здравствуйте! Разговор с письма. Пришло письмо. Дорогие женщины, я обращаюсь к вам за советом. Мой муж, с которым мы живем уже 15 лет, недавно привел в дом еще одну женщину. Он у меня татарин и говорит, что у них так принято. Вот, девушки, вот письмо, вот проблема, вот история боли, любви. Ну, проблема, я так понимаю, у кого угодно, только не у мужа, да? Нет, у мужа, видимо, все хорошо. 15 лет, видимо, никаких проблем у него не было, сейчас она появилась. Вот он ее домой и привел. На самом деле, это известная история, да? Многие актеры, я знаю, там Валерий Золотухин вроде тоже живет на две семьи. Очень многие мужчины поддерживают эту традицию. И не только мусульмане. Только татары. Да. Но считается, что многоженство, что многоженство ввели в обиход мусульмане? Не хочу обидеть мусульман, но как-то вот им это право принадлежит. Да нет, да ты ошибаешься. Девочки, это же уходит корнями в историю, в нашу, в еврейскую. Многоженство? А, ты имеешь в виду историю про Рахиль, про Лил? Это евреи, евреи. Вон оно откуда идет. Так что мы тут и стояли. Да, да, это наши, наши, исконные. Нет, серьезно, действительно, для этой женщины это проблема. Опять-таки как. Почему? А что удобно? Пришла новая жена, молодая. Она, я уверена, что она устала от своего мужа за 15 лет. Нет тебе больше ни стирки, ни готовки, занимайся собой. Ты считаешь, что жена вторая будет это делать? Да. А кто будет любимая, не в первую или в вторую? Вот вопрос. По очереди. Девочки, так вот же, вот чем вопрос. Вот ты понимаешь, вот это когда у меня мое, вот оно здесь у меня есть. Ну, вот оно мое, все, замуж вышло и хорошо. Можно расслабиться. Не знаю, что такое, подумаешь. А что ж хорошего-то? Ничего делать не надо. Мой, понимаешь? Все у меня есть, он со мной, он, как только появляется что-то, вдруг ты видишь, как только появляется что-то еще, а он тебе уже даже не нужен. 15 лет он надоел тебе. Почему мне не нужен? А может я к нему не привыкла? Нет, я говорю, почему он пошел к другу женщину? Тут он к платью привыкаешь. Да не потому, что он татарин, а потому, что ему может быть чего-то надоело. Все, как только она видит, что появилось еще что-то, нет, дорогой, иди сюда. Так, подожди, это хорошо или плохо, что в дуе появилась еще одна женщина. Я бы? Да, ты. Ну вот скажи, скажи, скажи себе для себя. Ты бы терпела, сказала бы, все, уходите, забирайте все, все мои меха, все мои драгоценности, все мои любимые. Почему это забираете все? Почему вы забираете? Ну дать ему что-то хорошее в дорогу. Мужу. Вместе с его молодой женой, со второй. Чтобы она ни в чем не чувствовала нужды. Ну это же хорошо, благородно. Нет, мне кажется, очень удобно на самом деле. Две жены? Да. Даже если ты продолжаешь делать все по хозяйству, у тебя есть помощница. А ты на правах старшей жены, хозяйки дома, ты можешь руководить. Лирочка, у меня такой был случай недавно. У тебя был такой случай недавно? Нет, я в случае, когда я познакомилась с такой ситуацией. Вот наяву рядом, не то что там из письма. Нужно было, я сопровождала человека в больницу на некое исследование, куда нужно прийти обязательно с кем-то. И пришли две девушки, две женщины молодые арабки на это исследование. Вот одна возле второй, так вот она и водички принесла, она возле нее, она как-то, как-то, как-то. Я спрашиваю, я же любознательная, ну, журналистка, никуда же это не спрятать. Я говорю, а это твоя сестра на иврите, спрашиваю. Она говорит, нет. Я говорю, это твоя родственница, она говорит, нет. Я говорю, а кто это тебе? Так нежно она за ней ухаживает. Она говорит, это еще одна жена моего мужа. Так она за ней там, она просто вот стелилась, чтобы все было для... Подожди, а в больницу они мужа привели? Нет, нет, одна привела другую. Одна привела другую. Делали исследование вот этой вот, которая была постарше, а вторая просто, ну, просто как родная мать, я не знаю, как любимая дочь, как самая близкая подруга. Инна, ну, опять мы говорим, вот здесь мусульмане, ты говоришь, это арабия. Ну, мы об одном и том же говорим, что это люди определенного, так сказать, вероисповедания и так далее и тому подобное. Ты же говоришь, что евреям свойственно было многожурно. Нет, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Девочки, вот была замечательная история у моей одной очень хорошей знакомой. Что она сделала? Была вот точно такая ситуация. Значит... Они не мусульмане, не арабы? Нет, 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 ничего такого. Они совершенно русские, все там в порядке, все нормально. Значит, что она сделала? Она подружилась с женой. Со второй. Да, с женой своего любовника. И они существовали втроем, то есть в разных домах, ну, то есть они не рвали друг другу волосы, они друг друга не оскорляли. С женой своего любовника, это как бы... Ну, все это проходили. А, замечательно, да? То есть... Нет, ну я не могла его увезти. Я не могла его увезти. Нет, они жили вместе, они жили вместе, в смысле, они жили не в одном доме, но они жили вместе. Они встречали вместе праздники, у них были общие там какие-то интересы, они ездили на базар за покупками и так далее. Какой финал? Финал, девушка встала, собралась, оставила эту семейную пару и... Она преодолела эту слабость. Включай. Вот время. Конечно, в итоге. А, на самом деле, как бы ты дикость, правда ведь? Движный? Когда твой любимый мужчина, даже если ты живешь там 15 лет, приводит в дом... Я говорю, какая-то мораль у тебя непоколебимая просто. Лер, смотри, Лер, вот мы с тобой не можем этого понять, для нас это дикость. А Инна может, да? А я могу. Нет, я могу. Я говорю, ты Инна. Я могу это. Инна может. А люди... Вычеркивают списка. Да, меня вычеркивают. А в мусульманском мире это все по-другому? Почему? Потому что у женщин нет выбора. У женщин нет выбора. Она не решает. У нее правослова нет. Он привел все, это факт. Ты должна с этим смириться. Нет, ну их же воспитывают с рождения, с молокоматери, они же это впитывают, что по-другому быть не может. Что ты ей посоветуешь? У меня совет всегда один. Бросать. Да. Рвать. Бросать, рвать. Ломать и уходить. Да, 15 лет тем более в каждом месте. В никуда уходить. Без дома, без своей шубы. Почему уходить? Почему это все время уходить? Нет, это он пусть уходит. А вот как это не хорошо. Он свою вторую жену. А мы, как они вдвоем подружатся и будут жить счастливо. Правильно. Вот пусть они и живут вместе. Ну ясно. То есть ты, в принципе, ты буквально вот на самом таком, на высокой такой ноте, ты против того, чтобы были... Я против гаремов, да. Гаремов, это не твое, не твоя структура. Либо только меня, либо уходи. Ну и очень многие женщины пойдут на все, чтобы любимый мужчина остался рядом. На что на все? Плеснуть сопернице. Почку отдадут. Да, я помню, ты предлагала. Да, 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 ты помнишь, очень была разумная, кстати, да, проверка такая, можешь отдать почку или нет? Нет, ну, некоторые могут плеснуть кислотой в лицо сопернице, некоторые могут там бросить ей под ноги битое стекло, некоторые могут там оклеветать ее на работе. Она потеряет работу, она ему будет не нужна. У тебя очень изощренная фантазия. Девочки, а вы помните, слушайте, я сейчас вспомнила, вы помните, господин Жириновский хотел провести закон в Думе, чтобы, да, чтобы у мужчины было несколько жен. Да, он говорил об этом совершенно серьезно. Ну, он вообще о многих вещах говорит, серьезно это не значит, что надо его воспринимать именно так. То есть ты этого политика не любишь? Нет. Нет, не любишь, я тоже не люблю. Я его уважаю, я признаю, что он очень интересный. И все-таки моя точка зрения тоже имеет право на жизнь, если она 15 лет с ним прожила. И что? Они уже вырастили ребенка до какого-то такого возраста, когда ребенок уже не в памперсе. Зачем он ей? Вот расскажи, зачем он ей теперь? Ему нужна молодая девушка. А какой-то новый сюжет какой-то, они вместе будут ездить, они вместе будут ходить куда-то, в театр будут вместе. Послушай, а может быть это ее устраивает? Кто-то был из великих писателей, который в Европе там жил, привел совсем недавно фильм, вышел. Это у Бунина было, нет? Было и у Бунина, это было и у Тургенева, это было очень у многих. Лилия Брик вообще у нее было, извините меня, двое мужчин. А вот эта ситуация мне нравится больше на самом деле. А вот как, почему? Одна женщина, двое мужчин. Ну так и две женщины, один мужчина тоже удобно. Нет. А я бы хотела вхожить в гарибе. Это же так интересно, когда муж приносит всем подарки, ты можешь с ней работать, он тебе... Нет, ну не работать, это плохое, плохое решение. Работать интересно, но все-таки, но все-таки в этом что-то есть. Подожди, а ревность? Он сегодня спит с тобой, завтра он спит с другой женой, и ты... А что, он тебе каждую ночь нужен, что ли? Ну да. Каждую-каждую? Да. Зато ты скажешь ему пока, дорогой, я поехала на дискотеку, домой не вернусь. Не вернусь только завтра после работы. Это же очень удобно. Так, Лешка, у нас собственность. Жена приходит пьяная домой, говорит, где ты была, где ты болталась? Я только гитару заброшу. Иди, где была. Девчонки, я отмазалась, возвращаюсь. И это, что я на гитару ходила, замечательно. Нет, и все-таки, нельзя сказать, что эту ситуацию можно только однозначно как-то расценить. Бывает, в жизни вообще очень много всего бывает. У нас осталась одна минута до конца программы, давай, вот каждый из нас... Каждый из нас... Я эгоистка, и я однолюбка, то есть в определенный период времени. На одном этапе один мужчина, потом следующий, там другой мужчина. Да, а если он хочет старую жену, он может это делать, но не со мной. Так, я эгоистка, я однолюбка, но я чуть-чуть постарше Лерочки, и в какой-то определенный момент, я вот сейчас так подумала, я бы не стала возражать. Да, да. Это потому, что ты чуть-чуть постарше Лерочки, я думаю. Интересно. Инна? Я эгоистка, я не стала бы возражать, потому что я представляю себе на этом месте того мужчину, который мне был бы дорог, очень дорог, ради которого я, может быть, и почку могла бы при случае отдать. Ну так вот, по-крупному, да? И, ну, наверное, я бы посмотрела, что за ситуация, что за женщина, могу ли я с ней дружить, могу ли я с ней ходить в театр вместе. То есть Инна тоже за? Да, у нее театр. Ну вот, Лер, смотри, мы с Сеной все время заодно. Ты понимаешь? За что заодно? Вот в прошлый раз мы тоже, но у нас мнения совпадают, понимаешь? Ну, чудесно, то есть вы дружите против меня вдвоем. Нет, нет, нет. Ну, ты заканчивая программу, давай, давай мне звонят. Дорогие женщины, будьте счастливы, будьте счастливы всегда и во всем, любите. Это ответ на очень многие вопросы. Мы прощаемся с вами, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин